Это не шутка, нифига, ребята, лурка ваша отдыхает, посмотрите, у них в инструкции что написано. Тевтонский инжиниринг, а как же! И задави меня панцерваген, если это не он. Слушайте, ну вот эта штука, она вообще неподъемная, то есть я вот, о господи, посмотрите в профиль, это же просто реально лобовая бронеплита королевского тигра, а ножки, я просто млею на вот эту нарезку, посмотрите на эти траки, как обычно, значит, потомки древних тевтонских рыцарей решили сделать проигрыватель винила, а получился, как всегда, истребитель танков. Простите, я просто смотрю на это, и у меня другого ассоциативного ряда нету, потому что сразу начинают переть на все эти броненосцы, господи боже. Его Алайского высочества, наследного принца именной бронеход, все, 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 хватит. Нет, это не бронеход, это проигрыватель винила под названием Acoustic Signature Maximus Neo, и слово Maximus в латинском, понимаете, здесь, конечно, как нельзя кстати, и прекрасно резонирует с тем самым сумрачным тевтонским гением, потому что ведь именно римляне называли германцев тевтонами, все тут, наконец, и сошлось. Так что, кроме средневековой рыцарской подоплеки, здесь еще и древний Рим подключился, а против такой мощи, вы понимаете, не попрешь, и поэтому эта зверюга, когда я притащил ее домой, умудрилась тоже подвинуть мой трансротор. Хотя тоже ведь, между прочим, тевтонское изобретение. Причем он еще чуть ли не дешевле получился. Ну давайте по порядку, значит, вообще-то Acoustic Signature, это, конечно, типичная такая, типичная аудиофильская хай-эндная мануфактура. Расположены они в земле Баден-Вюртенберг, где действительно в окрестностях есть несколько замков тевтонских рыцарей, не соврали. Причем работают на производстве в этой фирме, у них полный цикл. Внимание, вместе с владельцем и главным разработчиком Гюнтер Фронхофер, кажется его зовут, так вот, работает все вместе 21 человек. При этом у них полный цикл от ЧПУ станков, на которых врезеруются все вот эти вот сатанинские тяжеленные детали, до ручной сборки тонармов, протяжки там, значит, всей этой проводки, доводки и полной точной настройки. И в результате, внимание, гарантию люди дают на свои проигрыватели на 15 лет. 15 лет, Карл, Карл Маркс, видимо, в этом случае. Да, кстати, работает компания с 1996 года, а это знаковая дата. Если вы когда-нибудь бывали на моих лекциях по истории винила, я предлагаю считать дату, точнее год, 1996 годом официальной смерти винила как аналогового носителя. И в этот момент ребята из Акустик Сигнича решили начать производство хай-эдных проигрывателей винила. Ну, кстати говоря, с таким простым, легким, бесхитростным, я бы даже сказал, посылом делать лучшие проигрыватели в мире. Но вот сразу показываю, что меня лично поразило. Значит, вроде бы вертак и вертак, но, слушай, выглядит он как большинство, значит, безыскусно. Ну, вот стол, вот опорный диск, вот здесь, значит, шкив мотора, всё нормально, тонар. Но, значит, когда ты постукиваешь по поверхности, на которой он стоит, в колонках ни шороха вообще. Даже если стутишь по самому столу, всё равно на иголку вообще ничего не приходит. При том, что даже на мой трансротор, который уже зарядно весит, если ты стучишь по поверхности, почему он стоит у меня-то на деревянной стойке из массива, всё равно немножечко-немножечко что-то прослушивается. А здесь вообще мёртвая тишина. И это сразу, как вы понимаете, говорит о том, как он сделал. Понятное дело, что он тяжёлый, но здесь всё завязано далеко не только на массу. Хотя, в целом, весь проигрыватель весит почти 18 килограммов. Блин, он не такой большой, но прямо это... Ну, то есть, вот я не могу его так вот легко ладончиками оторвать от земли, нифига. Значит, один только диск весит 6 килограммов, потом его буду снимать. Но здесь дело не только в массе, потому что тяжёлых проигрывателей дофига. Здесь ещё есть... Так, сейчас вспомню, как это? Система демпфирования с ограниченным слоем. О, какие слова я знаю. Ну, короче говоря, вы всё это видели, если сталкивались с аудиофизическими проигрывателями. Это когда у вас там есть стол, в котором одна часть металлическая. Между ней, например, там какой-нибудь акрил, потом там какое-нибудь дерево. То, что называется стол из сэндвича. Это, собственно говоря, оно и есть. Но здесь никаких акрилов и деревяшек нету. Тут всё устроено хитрее, потому что вроде бы как на вид это выглядит как монолитная конструкция. Но, насколько я понимаю, здесь несколько слоёв из разных сплавов алюминия. В результате он получается очень массивным. Он просто понял, что акрил и дерево, они гораздо легче. И вот эта самая схема какого-то там послойного демпфирования, она работает. И работает, блин, феноменально. Отдельная история, ребята, это мотор и его устройство. Значит, опять же, на вид ничего особенного. В отличие от большинства, от многих аудиофизических конструкций, как в том же моём трансфотере, когда мотор вынесен за пределы стола, да, и стоит отдельно. Здесь мотор интегрирован в стол проигрывателя, и всё, в общем, вполне традиционно. Кнопки управления здесь, сам мотор здесь, вот шкив его торчит. Вообще нет никакого ощущения, что здесь что-то хитрое придумано. Однако, дополнительная развязка, ребята, здесь идёт на уровне управления мотором. Здесь стоит классический синхронный мотор, что там, значит, 24-полюсный с двумя катушками. И как бы, по идее, как пишут ребята-разработчики, это уже очень крутой мотор. Но проблема у всех моторов стоит в том, что там есть определённый допуск по точности взаимного расположения элементов, который, конечно, как это говорится, на работу мотора не влияет. Но когда мы говорим о такой тонкой, чувствительной к вибрации конструкции, тут-то это начинает сказываться. И они, блин, придумали электронную систему, которая как-то, значит, меняет фазу, подаваемого на мотор тока, который его крутит, таким образом, что, значит, нивелируется, там есть какие-то датчики, которые контролируют, значит, соответственно, эти вибрации, каким-то образом, значит, фазирует этот ток, чтобы они исчезали, и таким образом от них избавляются, ёлы-палы. И при таком развразе, понимаете, у вас в итоге получается очень простой по виду и по пользованию проекта, для того, чтобы, когда у тебя мотор сбоку, этот, там, пасик, что-то ещё, тут управление, нет, здесь всё просто. А там такой разврат внутри, а? Вот я не уверен, что это точно законно, и что что-то такое не использовалось в тех самых королевских тиграх. Сейчас я вам расскажу ещё про подшипник. Так, ну мало того, что в комплекте кожаный мат. Так, если что. Ой, 6 кило. Так, извините, придётся снять пасики. Упс, попс, попс. Во-во-во-во-во-во-во. Так вот, подшипник, подшипник. Опа, он выдурнулся наконец-то. О, Господи, Боже, это мой пот там на нём. Так вот, подшипник у них из какого-то тидерфолона, или что-то такое, кстати, обратите внимание, тут, естественно, ещё демпфирование карбоновым, блин, слоем. Тидерфолон, да, короче говоря, во-первых, это сверхпрочный материал, во-вторых, он имеет свойство при своей прочности впитывать масло, и таким образом всегда остаётся смазанным, то есть он не вытесняет это самое масло, которое там есть в подшипнике, а набирает его в себя, прикиньте. А сам вал, он обработан, значит, плазмой, таким образом, что поверхность металла становится похожей по свойствам на алмаз, и таким образом трение уменьшается на 60%. Всё, я ставлю это обратно. Блин, выплеснулось немножечко масло, да? Так, надену-ка я это всё, да, от греха, сразу, пусть будете. Вы обратили внимание, что пасека-2, да? Вот ты, блин, шайтан-арба, работаем. Инерция, конечно, феноменальная у этого диска. Это я вам ещё про тонармы не начал рассказывать, вот посмотрите на эту загогулину. О, блин, так тихо, не сломать, не сломать, не порвать, вот она. Это, конечно, это, блин, посмотрите, какие тут, боже, что за конструкция, сам чёрт ногу сломит. Ну, это 12-дюймовый, довольно дорогой, хотя, ну, такой, типа, в их линейке-то так, в серединочке. А здесь у нас всё-таки стоит самый недорогой тонарм, который здесь есть, он называется, по-моему, ТА-500. Ну, а то насколько он недорогой. По меркам Тевтонского Хаэнда реально недорогой, ребят, честное слово. Ну, это вы понимаете, у них он младше. А так-то двойная карбоновая трубка, значит, прецизионный подшипник, бронзовый противовес, бронзовые, значит, элементы, собственно говоря, конструкции. А, внутренняя проводка японским медным проводом Магами. И, конечно, слушайте, в комплекте шаблон для настройки. Это же просто вообще эпик. Вы видели когда-нибудь такое? Тут, короче, надо вот так, значит, его ставить. Сюда прицеливаешь головку. Я так примерно. А вот это, представьте, это для измерения расстояния тонарма правильного от диска. Ты ставишь эту штуку, и он у тебя должен точно встать туда на серединочку. Опаньки, встал. Шайтан. Честно признаюсь, во всем этом разобраться, ну, это у них самый простой тонарм. Да, он более-менее легко понятен. А более дорогие, там, совсем какие-то сложные конструкции. Единственное, что могу сказать, так сказать, в облегчении перспективы обладания этим девайсом, что, конечно, тонарм вам будут ставить ребята, дистрибьюторы и продавцы. Вам не обязательно с этим возиться. Вам достаточно выбрать головку, если хотите. Но если хотите возиться, то, пожалуйста, сюда можно вообще любой тонарм поставить. Там есть базы под SME, под... Где эти тонармы SME уже? Ну, короче говоря, подо все есть. Да хоть регу можно засунуть. Ну, в качестве головки я, как всегда, использую свой референсный черный артофон 2AM. Но, в принципе, здесь огромные перспективы для разврата, потому что до 16 грамм можно сюда вешать и будет все работать. И все. И управление аппаратом это две кнопки. Ну, то есть у вас есть переключение скоростей и пуск и стоп. Ну-ка. Все. Поехал. Так, хорош, хорош. Не надо. А то сейчас что-нибудь развалю этим самым шаблоном. Ну, что вам сказать, друзья. Конечно, вот поставил эту головочку. Включил это все дело абсолютно стандартным подключением. По-моему, корректор. Никогда эта чертова черная артофонина, эта ММ-ка, не играла так с одной стороны разборчиво, а с другой стороны так живо. Вот как будто МС поставил. Блин, на моем трансроторе она играет сухо и отстраненно. А здесь прямо бо. И, конечно, сам звук, оно понятно, что здесь офигительная детальность. Это, безусловно, хайдерный проигрыватель. Он стоит там что-то, наверное, в общем сборе 1500, естественно. Но здесь совершенно какой-то особенный эффект в звучании. Именно, видимо, благодаря вот этой феноменальной виброразвязке, когда у тебя абсолютная вот эта вот тишина, чернота на фоне. Вот здесь вот музыка, вот здесь вот ноты, вот здесь вот звуки, а там чисто. Обычно у тебя все время там что-то, ну, какое-то, какая-то, что-то смазывается. А здесь прямо кристально все. То есть там такая чистота, получается, в звуке свинила, что если бы не щелчки, которые, естественно, возникают, кстати говоря, тоже как-то не педалируют на них внимание. Если бы не они, я бы вообще от хоре за этого не отличил. Феноменальный эффект. И я бы сказал, что, ну да, слышал я нечто похожее от проигрывателей как раз-таки SME, очень своеобразных, от проигрывателя SME. Я хотел сказать, который стоит в 10 раз дороже. Но нет. В 20 раз. И практически, кстати говоря, момент. Этот проигрыватель при всем при том, при всей вот этой своей хранительности. Он очень неприхотлив в установке. То есть вот его звук очень минимально меняется в зависимости от того, на какую поверхность вы его поставили. Видимо, опять же, благодаря вот этой феноменальной системе виброразвязки и контроля вибраций, он позволяет тебе вот хоть, блин, на каком-то столике поставить, хоть на основательную стойку, хоть даже на стекляшку, что страшное зло. Но он и на стекляшке хорошо играет. Это удивительно. И самое главное, что, ну нету тут, конечно, вот этой вот какой-то тевтонской жесткости, да, какой-то вот механистичности, какой-то вот этой вот военной машинности. Понимает, нет, он, зараза, певучий умудряется играть. И в ножках же, блин, наверняка тоже какие-нибудь эти потусторонние ходовые соленоиды, заимствованные прямо из Волгалы, да? Сто процентов. Да, и чуть же не забыл сказать. Провод, значит, естественно, к младшему тонарму, как и ко всем, идут, причем разного класса провода. К младшему идет провод AudioQuest Wildcat, он называется, да? Там диновский разъем, который втыкается в тонарм. Здесь RCA традиционный. Соответственно, можно его, конечно, менять на что угодно другое, если вы хотите заниматься аудиофизикими апгрейдами. И я, конечно, этим развлекся. У меня есть весьма и весьма серьезные проводки. Никакого смысла апгрейдить эту штуку нет, если у вас, нет, я не знаю, тысяч восьмидесяти на этот чертов провод. А так, вот этот вот стандартный по умолчанию офигителен. Не то, что у тонармов SME. Было, когда они были живы. Фу, вот, теперь все.